Приветствую зрители и подписчиков моего канала, это канал LexanPlay, и мы продолжаем играть в мод ТВР за Великобританию, за консерваторов, за Реба Баттлера, всё как обычно. И в прошлой серии мы привели, так сказать, его к власти на вторых выборах, хотя нет, почему на вторых выборах, мы привели это ещё в позапрошлую серию, то есть мы продолжаем реформы Баттлера, уже реформы второго срока, и сейчас мы остановились на реформе уголовного правосудия. Ну и также решали тут всякие торговые проблемы с нашим торговым балансом, дефицит платёжного баланса, ну и настояли мы на преференции Содружества, не в полную силу, конечно, потому что США там немножко быканули, вот, поэтому пришлось вот так вот сделать, не в полную силу, но в целом мы всё равно это приняли. Также мы прокачали армию полностью, британскую армию реформировали, убрали воспоминания о Денкерке, ну и начали реформировать авиацию. Ну вот, в этой же серии мы полностью как раз-таки разберёмся с уголовным, с уголовной системой, судебной системой, вот, закончил полностью реформы Баттлера, потом займёмся опять-таки торговым балансом, тут осталось в принципе не так много фокусов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь фокусов и всё, мы восстановим дефицит платёжного баланса, точнее уберём. И у нас всё будет замечательно. Ну и будем дальше реформировать там армию и готовиться к войне против Германии, но единственное, я не понимаю, как мы это будем делать, потому что никаких решений, ничего фокусов на это нет. Поэтому я не знаю, как это будет. Ну и также мы пытаемся помогать Российской Республике, ленд-лизам там, всяким, США тут войсками помогают, но пока тяжело воевать против пермского советского правительства. Хотя смотри, по людским ресурсам русские подняли призыв, только им пришлось поднять, но все взрослые проходят службу. Здесь расширенный призыв, но он немножко уменьшается. В целом, в целом, Советский Союз ещё может поднять людские ресурсы, поэтому я не знаю, посмотрим. И Германия, тоже неизвестно, что она будет делать. Будет ли она тут ещё как-то расширяться или будет уже в таком положении сидеть? Пока непонятно. Ладно, желаю вам приятного просмотра. Опас, снова выборы секретаря ООН, новые, потому что там сейчас Асанья сидит, бразильский бывший политик. Но он, наверное, тоже будет сейчас поменяться на другого какого-нибудь. Выберем кого-то другого. Так, кандидаты, типа Сон Йо Хэ, Юн Хэ, либо Три Гви. Ложь, чего? Почему Три Гви ложь? Ну, давай Три Гви выберем всё-таки. Также давайте поддержим слияние ВМС для британских производителей автомобилей. Короче, рассматривают возможность слияния цели создания единой компании. Окей, почему только это ВМС называется? Ну, ладно. Давай, сделаем. Почему нет? Так, реформа уголовного правосудия. После образования праймера с реформистского правительства Баттлера продвигали запланированные изменения в системе уголовного правосудия и конкретных социальных законов. Разбираясь с реформой образования и инфляции, премьер-министры в кабинете обратили свое внимание на этот важный вопрос. После серии встреч в кабинете министров, а также государственными служащими и судьями, был приблизительно изложен план, содержащий большой набор реформ. Давно предложенные изменения из закона об убийствах и законы проституции будут продвинуты через парламент. Самым крупным и самым спорным из изменений является предлагаемая отмена смертной казни за все, кроме самых тяжких преступлений, таких как «измена». Это, возможно, увенчает одно из самых реформистских консервативных правительств недавней истории Великобритании. Давайте начнем. Авиационная промышленность. Великобритания остается одним из пионеров в области авиационных технологий. Мы подтолкнули разработку реактивных двигателей и других подобных недавних достижений. Мы должны консолидировать нашу авиационную промышленность и инвестировать в ее постоянную деятельность, не только стимулируя наш общий экономический рост в высокотехнологичном секторе, но и предоставляя нам стратегические военные преимущества инновационного сектора производителей самолета. Окей. Эктивный стратегический бомбардировщик. Бонусы мы получим. Окей. Интересно. И транспортное судно. Фига себе. В общем, тут всякие бонусы мы получим. Бывает, готовность на 2% еще вырастет. Так, 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 так. Государственный переворот в Кубе. Я проголосовал там за миссию против этого. Ммм. Военная диктатура там. Да вроде ничего не случилось вроде. Такой же мужик был, разве нет? Что-то непонятное происходит. Если честно. Испания тем временем присоединяется к Троземноморскому пакту. К Италии. Это, конечно, да, сильно усиливает итальянский блок этот. Прям сильно. Если мы будем воевать с ними, то у нас тут война на два фронта будет. С Испанией и с Италией. Ну, окей. Ладно. О, норвежец стал генеральным секретарем ООН. Норвежский рабочий был членом партии с ранее 15-летнего возраста. Окей. Левака, конечно. Левака мы, конечно, посадили. Но кто же знал. Китайца я не хотел там или кого ставить. Потому что Китай пока не ясно, куда он идет. Просто я не помню, кто там. Там был какой-то с китайской фамилией. Может и не с китайской, но просто я не шарил. Поэтому мне казалось, что это китайцы. А в Китае демократический социализм. Это тоже не особо то, что я хотел бы. Тем временем в ШПР стоит немецкий стадион огромный. Ну, вот. 405 тысяч зрителей будет умещать. Но строй, строй, а потом, может быть, ядерную бомбу им все это разбомбим. Так, кстати, в Республике Родези все-таки победил социалистов. Тут еще все-таки война между Замбией и Бортосслендом. Там Республика Замбия, там социалисты демократические. Африканские социалисты. Даже не демократические, просто социалисты. И монархисты. Но, естественно, поддержим монархистов. Отправляем винтовки. Понятное дело, что логично их будет поддержать. Так, закон о правонарушениях на улице. В рамках доклада Вольфенда Правительству было опубликовано, рекомендовано бороться с растущей проблемой уличной проституции. Весь стремится использовать правовую реформу для улучшения общества и примет рекомендации доклада. Закон о правонарушениях на улицах будет принят парламентом. Закон о правонарушениях на улице. В рамках доклада Правительству было рекомендовано бороться с растущей проблемой уличной проституции. Весь стремится использовать правовую реформу для улучшения общества и примет рекомендации доклада. Закон о уличных правонарушениях теперь успешно принят парламентом, положив начало борьбы с уличной проституцией. Что является желанным шагом для тех депутатов-консерваторов, которые поддерживают жесткую политику в отношении преступности. Мы сделали большой шаг вперед. Мастерская мира снова. Мы, возможно, больше не являемся крупнейшей или величайшей экономикой мира, но мы снова вернули себе звание одной из величайших мастерских мира. Наша экономика была возрождена, и были построены новые отрасли промышленности, чтобы отвечать новым растущим потребительским запросам современного мира. Экономическое процветание возвращается в страну, придет событий экономическое процветание. Платежный баланс улучшится. Это хорошо. Экономическое процветание. Последствия войны, упадок империи, изоляции от европейской экономики нанесли свой урон британской экономике. Когда финансы иссякли, а торговля иссякла, Британия вступила в длительный период экономической стагнации, не только сдерживая развитие страны, но и усложняя жизнь британскому народу, уже обеспокоенному врагом по ту сторону Ла-Манши. Теперь, благодаря упорному труду, новой экономической политике и технологическим достижениям, также небольшой удаче, двигатель британской экономики снова заработал, увеличив объем производства и, в свою очередь, обеспечив период процветания для народа. Нет сомнений, что Британия уже не та экономическая сила, которой она когда-то была на мировой арене, но и экономика, безусловно, восстановила свой потенциал. Британия вернулась. Будет получена идея на год. Экономический подъем. Скоро строительство 4% получим. Окей, неплохо. Неплохо. Ну и давайте дальше прокачаем авиацию. Хм, мы уже можем объявить платежный баланс стабильным и убрать вот этот дебаф. Тогда нахрена вот этот фокус? А, автоматически завершает фокус. С ростом нашего экспорта наш торговый дефицит был в основном ликвидированный. Торговый баланс восстановлен. Сейчас мы на пути к быстрому экономическому восстановлению. Может, начать выплачивать депт и решение государственному долгу? Хм, ну, раз уж мы можем, только давай прожмем. Объявим платежный баланс стабильным. Правда, там решение на Китай и на Индию пропали. Ну, ладно. Хотя бы убрали дебаф. В принципе, уже хорошо. Теперь нас ничего не сдерживает, слава богу. А, ну да, и вот решение по поводу погашения долга. За 100 политки сможем это сделать. И еще, кстати, последнее улучшение железной дороги. Ой, просто дороги Эдинбурга можем сделать. Инфраструктуру получить. Как раз-таки последнюю. Так мы уже построили стопроцентную инфраструктуру по всей стране. Ну, и давайте погасим долг один. Первый долг погасим. Нам еще второй надо будет через какое-то время. Менее чем 200 дней назад. То есть, через 200 дней мы сможем погасить долг во второй раз. Продвигаем законопроект об убийствах. Законопроект об убийстве долго разрабатывался, но наконец-то пришло время вынести его на голосование и прости через парламент. Изменения в законах об убийстве вводят различные степени убийства, смягчая наказание за определенные смягчающие обстоятельства и рассматривается как важный ранний шаг в программе реформы уголовного правосудия премьера-министра Баттлера. Ну, давай возьмем. Законопроект об убийствах долго разрабатывался, но наконец-то пришло время вынести его на голосование и провести через парламент. К облегчению правительства законопроект об убийствах был принят, что выдвинула его реформа закон об убийствах. Изменения в законах об убийствах вводят различные степени убийств с сокращенными сроками наказания за определенные смягчающие обстоятельства и рассматриваются как важный ранний шаг в программе реформы уголовного правосудия премьер-министра Баттлера. Большой шаг вперед. Ну и давайте отменим теперь смертную казнь. Баттлера и другие реформаторы, как бы популярна она ни была, среди самых жестоких преступников давно считали, что смертная казнь это пережитка прошлой эпохи. Государства не должны иметь возможности приговорить кого-либо из своих людей к смертной казни, независимо от того, насколько отвратительным было преступление. В завершении своей реформаторской программы правительства Баттлера предпримет шаги по отмене смертной казни, сначала за большинство преступлений, а затем, как мы надеемся, и за более тяжкие преступления, такие как измена. Казни должны прекратиться. Там идет событие, а смертная казнь отменена. Будет получена идея на 30 дней усиления политического импульса, политку будем получать. И еще идея на 1000 дней торжествующие правительство. Дневный прирост политки, тоже стабильность, поддержка войны. Коэффициент привоза на командную ресурсу в день, плюс один процент будет. Прикольно, хорошо. Смертная казнь отменена. Несмотря на свою популярность, среди самых жестоких преступников, политики-реформаторы долгое время втайне считали, что смертная казнь это пережиток прошлой эпохи. Государства не должны иметь возможности приговорить своих людей к смертной казни, каким бы отвратительным ни было преступлений. В довершении своей реформаторской программы, претист Баттлера принял решение отменить смертную казнь за все преступления, кроме самых тяжких. Такой шаг всегда был трудной задачей, учитывая сколько голосов противников, движимых возмущением по поводу ненасильственных преступлений, выступили против такого шага. Теперь закон об убийстве и отмене смертной казни прошел через парламент, получив узкую поддержку большинства депутатов. Он отменил смертную казнь за убийство, укрепив более раннее ограничение по сути, исключив высшую меру наказания из британской системы правосудия. Этот последний важный законодательный акт, несомненно, является триумфом правительства и завершает то, что теперь явно стало успешным периодом премьер-министра для Рэба Баттлера. Хорошо выполненная работа, но да, только реформы мы закончили, больше у нас особо ничего нет. Тут несколько фокусов. А, открывает все-таки решение для торговых переговоров с Китаем, с Индией. Все-таки мы еще займемся. Да, объединить японцев с флангом. Обойдите, точнее, японцев с фланга. Интересно. Так, ну и авиация и флот еще у нас остались. И еще несколько фокусов осталось после войны. После того, как мы Германию уничтожим. Нацистскую. Так, разберемся с ними. Раз, два, три, четыре, пять. Еще пять фокусов у нас будут. После войны. Ну, а когда война начнется, я не знаю, уже 62-й год, а война все не начинается. Ой-ой-ой, тем временем Италия испытывает атомную бомбу. Получается, теперь у Италии есть ядерная бомба, у Германии, у нас и у США есть ядерная бомба. Развивающиеся азиатские экономики. Со временой Тихоокеанской войны Азия только продолжала возвращаться на мировую арену. Хотя верно, что большая часть Азии находится в относительной бедности по сравнению с западным миром. То, чего им может не хватать в богатстве, они компенсируют огромным населением. По мере роста этих экономик неизбежно, что более обеспеченные в этих странах будут требовать товары все больше присоединятся к мировой экономике. Мы должны убедиться, что не упустим этот огромный потребительский рынок. Произойдет событие, развивающейся Азия. Ну да, почему бы и нет, давайте попробуем. Развивающаяся Азия. В целом, подавляющее большинство стран Азии все еще сильно отстает от запада в экономическом развитии. Но несмотря на свою относительную бедность, континент вмещает сотни миллионов потенциальных потребителей. По мере того, как крупные азиатские страны начинают экономически развиваться, доходы постепенно растут, а правительство требует передовых технологий. Необходимы для индустриализации. Открываются большие возможности для выгодной торговли, чтобы частично заменить торговлю с Европой. Нам следует посмотреть на восток. Обойдите японцев с фланга. В течение многих десятилетий Япония была великой стущей экономикой в Азии. Казалось бы, была готова экономически доминировать в регионе. Их скатывание к агрессии и окончательное поражение от союзников в Тихом океане временно остановили это. Но по всей вероятности, экономический подъем Японии продолжится после того, как она полностью отправится от войны. Если мы хотим получить значительный доступ к растущим потребительским рынкам Азии, у нас не будет ни иного выбора, кроме как попытаться закрепиться до того, как японская экономика восстановится и вытеснит нас рынком. Ну да, давайте попробуем это сделать. Так, и тем временем мы можем погасить долг во второй раз. И все, полностью будет, что это погасить, больше у нас долгов нет. Это замечательно, слушай. Так, и мы уже имеем 90% сотрудничества. Мы разблокировали взаимодействие теперь. По соглашению Торонто, эффективность воздушных заданий плюс 10, атака плюс 5, размещение плюс 10, координация плюс 10. И теперь мы движемся вот к экономике, да. Скоро вот 50 будем иметь политической интеграции, чтобы разблокировать комиссию по стратегическим ресурсам соглашения, что даст эффективность увеличения ресурсов плюс 15. Ну вот мы как бы дошли до этого, и чё? То есть, допустим, если мы 100 откроем, по увеличению военно-сотрудничества открывает всё более мощный бонус. Если мы полностью на 100% выйдем, мы сможем на Германию как-то нападать? Или как-то с ней разбираться? Потому что, ну это капец. Просто уже сидим, 62-й год, подготовился. Войска я больше сделать не могу, потому что нас людских ресурсов не хватает. Уже 55 тысяч всего лишь рекордов. Повысить я их не могу, потому что мы только во время войны сможем взять расширенный призыв. Так, танки у меня готовы. Модернизировать я их тоже особо не могу, потому что тоже мне не хватит людских ресурсов. Технику может ещё накопить есть смысл, ну, возможность. А вот переделать шаблон точно не могу. Это только во время войны можно сделать. Потому что опыта, во-первых, надо дофига. И людских ресурсов надо дофига. А я не знаю, как дальше действовать. Всё зависит от Соединённых Штатов, мне кажется. Потому что у них какие-то решения, наверное, есть. Хотя я тоже не уверен по поводу этого. Пока он занят своей внутренней политикой. И армию он развивает. Поэтому я не знаю, что вообще будет. И сколько мы ещё должны ждать. Тем временем всё-таки в Иране теперь либеральный социализм. Это хорошо. Замечательно. Хотя бы леваков прям таких просоветских убрали. Но давайте начнём переговоры с Китаем, торговой. Китай – самая густонаселённая страна на Земле. И после долгого периода потрясений и унижения она начинает восстанавливаться. Китайский средний класс пока ещё не велик. Но торговые переговоры с такой страной могут оказаться полезными. С такой большой страной. Да. Блин, мне кажется, что мы Россию всё-таки потеряем здесь. И победят коммунисты. Это, конечно, обидно и досадно. Тут в дилемме давайте возьмём всё-таки фокус на прорасходстве в воздухе. Будем приоритет интеграции с армией отдавать, чем приоритет интеграции с Королевским флотом. Всё-таки, мне кажется, это лучше. Давай. Возьмём фокус на прорасходстве в воздухе. А решений-то я не вижу. Чё-то я заступил. Зря, короче, зря. Зря я взял так быстро торговый баланс. Надо было всё-таки вот переговор с Китаем, с Индией провести. Экспорт торговли взять. А потом уже восстановить торговый баланс. Я заступил. Теперь решений нихера нет. Ну, теперь переговоры с Индией возьмём. Индия никогда жемчужину в короне Британской империи брала независимость. Несмотря на политические потрясения в стране и относительно холодные отношения между нашими двумя странами из-за нашего трудного прошлого. Мы должны начать переговоры с ними и посмотреть, какого экономического сотрудничества можно достичь в обменную поддержку. Походу, никакого. Потому что решение я просрал. Да, Российскую Республику Сорокина мы потеряем. Потому что тут очень жёстко прям давят советские войска. Здесь не могут особо продавить. А вот здесь вот на юге прям уже бьют жёстко. Уже Улан-Удэ взяли. Ну и я думаю, до Владивостока они точно дойдут. Вот мы и не смогли помочь. Ну, блин, естественно, я не могу помочь. Потому что напряжённость ещё падает. Уже 25%. Всё падает и падает она. Отправить добровольцев я могу только при какой-то высокой напряжённости. А как это сделать, я не знаю. Лендлис я тоже не могу отправить. Потому что надо 50 напряжённости. В общем, жопа какая-то непонятная. А это всё из-за того, что дебильные разработчики не дали... Тут уж извините, но действительно это так. Потому что... Ну, какого хрена... То есть у США, типа, есть возможность отправлять подразделение в Россию? А у меня нет. Чего-то вдруг такое. Я, естественно, нихера не могу сделать. Так бы хотя бы хоть как-то, может быть, повлиял бы на победу. А так хрен. Экспорт восстановлен. Благодаря нашим успешным усилиям по поиску и выходу на новые рынки сбыта наших товаров, а также укреплению нашей промышленности, в стиле производства достаточного количества товаров, как для внутреннего потребления, так и для торговли, наш экспорт был восстановлен до желаемого уровня. Ну всё, мы полностью восстановили нашу экономику, торговлю, политические реформы. Мы тоже провели внутренние авиации. Я практически докачал. Останется только флот, но в целом флот не такой уж и важный. Да, тут боевая готовность. Да, типа, можно ради боевой готовности действительно всё это прокачать. Безусловно, это сделать стоит нам. Это мы всё сделаем. Но, блин, всё, никаких политических фокусов нет. Тут особо читать, что ли, вот эти все описания этих фокусов в этой серии пока вообще нет смысла. Ну потому что, ну а чё, мы сидим и сидим. Вот сейчас вот нихрена вообще происходить не будет. Ну да, Россия падёт. Это уже очевидно. Пермская советская правительство победит. Ну да. Дальше, по идее, Булганин должен будет пойти на Германию. По идее, он дальше должен пойти будет на Германию. И может быть, только мы тогда и вступим в эту войну. Если, короче, даже по решениям ничего не будет, то я 100% всё равно через читы нападу на Германию. Ну, блин, как-то вроде как классное такое вот реворк, классное обновление, переделка. Ну, блин, если действительно просто вот такое сидение на месте будет, тогда я как-то разочарован, что ли, в этом... в ТВРе, в этом обновлении. Раньше вот чётко было, то есть, гражданка в Германии начинается, и ты влезаешь сразу в неё. Можешь вмешаться. Я понимаю, раньше не было такого, когда гражданки, типа, не было. Ты бы тоже долго сидел, если бы там немцы смогли избежать гражданки. Но бот часто не мог избежать гражданки, и ты просто учения в Северном море делаешь, и всё. Потом можешь пойти на Германию. Но это США делало. И всё изи. А теперь они хрен его знают. Уже 63-й год, мы всё сидим на месте, ничего не происходит. Давай проверим сейчас США. Я хочу посмотреть, что он там делает. Какие решения у США есть. Потому что я не понимаю. Когда мы будем воевать? Да блин, ты можешь перевести уж раскладку на английский? Я не понимаю, потому что. Мы сидим и сидим. Я подготовиться лучше уже не смогу. Потому что у меня... людских ресурсов просто не хватает. Переделывать армию тоже как-то не могу. Чё у тебя там по решениям-то? Война где? Где война у тебя? Тоже влияние на различные страны тут у него есть. Это всё клёво. Вот тут вот вообще в объединённых народах мы ничего не сможем сделать. Движение за начало освобождения Европы, гражданская война не окончена. Ну, класс. Движение за начало освобождения Европы мы не можем взять. Потому что гражданская война окончена. Клёво, клёво. Мы не можем... Ага, понятно. То есть США просрал тот момент, когда возможно было во время гражданской войны вмешаться. Он его просрал. И теперь мы не можем ни хера делать. Клёво. Очень клёво сделано, конечно. Как это по-тупому сделано. Фокусов даже нет на войну. У США вообще нет фокусов на войну против Германии. Только вот то решение дебильное. Которое только во время гражданской войны можно делать. А он его просрал. И всё, теперь мы сидим. Мне интересно, что будет, если Совок нападёт на Германию. Будет ли возможность вступить в войну. Мне кажется, ни хрена этой возможности не будет. Просто ни хрена. И просто мне придётся читами нападать. Просто ждём тогда, когда Советский Союз захочет, сможет, точнее, после того, как Российскую Республику после того, как сможет победить Российскую Республику, будем надеяться, что он нападёт. По идее, он должен это сделать. Ну и тогда читами нападём. Значит, я тогда просто буду доигрывать до того момента. Потому что тут уже особо вам ничего интересного показывать не буду. Ивентов никаких не будет. А вот это... Ну а смысл вам вот это всё смотреть, как я прокачиваю армию, прокачиваю флот. В этом вообще никакого смысла нет. Поэтому я не знаю. О, кстати, вообще даже из Парижа убрали эльфовую башню. Биг Бен есть, а эльфовую башню убрали, кстати. Тоже обидно. Чего это они убрали эльфовую башню? То есть, всё тут у США есть вот этот вот статуя свободы, да? Ага, у Франции нету теперь эльфовой башни. А, у Италии, кстати, есть колизей. В Москве тоже остался Кремль. Ну и в Германии понятно вот это вот штучка. В Китае Китае есть тоже достопримечательность. В Японии нету. Вот так вот, короче. Ну всё, тогда давайте на этом будем заканчивать. Пишите в комментариях вообще, что думаете, что вообще, как, потому что я не понимаю, что дальше вообще делать. Вот. Придётся, наверное, только читами нападать. Но тогда это просто очень большой минус вообще этого обновления. Если просто не предусмотрели такую возможность нападения на Германию просто без какого-то там, без гражданской войны. Потому что ещё дополнительное решение, что, допустим, когда накопили вот это стопроцентное военное сотрудничество, то типа можно было бы влететь на Германию. Ну или хотя бы когда Россия или советское какое-то правительство нападает на Германию, то тогда решение тоже было бы вступить в эту войну. Но посмотрим, победит Советский Союз здесь Россию в следующий через какое-то время. И если нападёт, то будем надеяться, что решение какое-то появится против Германии. Если же нет, то будем нападать щитами. Ладно, подписывайтесь на канал, кто не подписан, обязательно комментируйте, пишите комментарии четырёх слов, это помогает в продвижении видео. Также обязательно подписывайтесь на Телеграм-канал, на Твич-канал по ссылке в описании и знайте, что самое интересное ещё впереди и интересное точно будет. Всем удачи и пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok